Чудо возможно. Пока не начались титры. В каких ретортах и мензурках плавится судьба? Как из скромного химика и поэта получается твердый металл философа и правозащитника? Если это русский вопрос, то на него есть русский ответ. Тюрьма. 19 мая исполнилось бы 75 лет Валерию Абрамкину. 8 лет его нет с нами и отсюда из наших дней отчетливо видна его величина. Кто бы мог подумать в 60-е и 70-е годы прошлого века, что из умненького и очень поэтичного молодого человека, химика по двум образованием, сложится в итоге такая глыба. А ведь он сел в первый раз фактически из-за песенок. Он был одним из создателей движения КСП, клуба самодеятельной песни. Вроде такое безвредное дело. Лыжи у печки стоят. А для шестидесятников это была полянка свободы. Сначала его исключили из комсомола, потом заставили уволиться из закрытого института. А к тому времени он уже редактировал самозатовский журнал «Поиски», где печатались запрещенные Войнович, Домбровский, Померанц и другие. Его вызывали в прокуратуру для профилактических бесед. Его предупреждали и в итоге посадили. Дали три года по статье 190 за распространение клеветнических измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй. И эти три года он отсидел в колонии на Алтае. И вот за два дня до конца срока возбудили новое дело. Передавал на волю информацию о нарушении прав человека на зоне. Это как сейчас, когда кто-то заявляет о пытках и передает, например, на волю видеодоказательства и получает новый срок. Абрамкин свой новый срок отбывал уже в колонии строгого режима в Красновецком крае, где заразился туберкулезом. Он вышел в 1985 году. Внимание! Благодаря протестам на Западе главный лозунг Абрамкина был такой «Верните тюрьму народу!» Зоя Светова, правозащитник, журналист, соратница Валерия Абрамкина, она была с ним в поездках по французским тюрьмам и переводила Валерия Абрамкина на французский. Кавалер ордена почетного региона Зоя Светова. Добрый вечер, Зоя! Добрый вечер! Зоя, а как ты могла переводить французам известный лозунг Валерия Абрамкина «Верните тюрьму народу»? Ты хочешь, чтобы я его сказала по-французски? Нет, как ты объясняла это французам, что это означает? Объясняла я очень просто, что тюрьма должна стать как бы общенациональным проектом. То есть, чтобы тюремными проблемами занималась не только государство, даже не столько Федеральная служба исполнения наказаний, а чтобы занималась гражданское общество, народ. Чтобы были вот эти общественные контроль, которые потом благодаря Абрамкину был создан закон, был принят закон Государственной Думы, и потом появились вот эти тюремные посетители, которые были во Франции, в Англии, а у нас это называется общественной наблюдательной комиссией. В тюрьму должны приходить волонтеры и помогать людям вернуться в нормальную жизнь. Зачем? Это для улучшения человеков по обе стороны решетки. Он говорил так. Да зря вы черту между тюрьмой и волей проводите. Вам тут на воле кажется, что вы прям святые. А у меня, знаете, было такое ощущение, что если поменять местами зэков и первых попавшихся людей на воле, так ни там, ни здесь ничего не изменится. везде люди живут. Я помню, что была такая встреча с Путиным, не помню какой год, но вот там была Панфилова, Абрамкин, Путин. Все это показывали по центральному телевидению. И, значит, Абрамкин говорил Путину о двух девочках, которых как-то совершенно жестоко осудили. И после этого выступления им, по-моему, скостили сроки. Ну, в общем, было какое-то движение. И для Абрамкина это было не западу. Он у Путина просил за конкретных людей. А каким он был? Химик, поэт, КСП, лыжа у печки. Каким он был? И вдруг такое, такая глыба человеческая. Ну, это человек, вот я называю таких людей обожженной зоной, да. Это люди, которые приходят, и они, их жизнь уже не будет прежней. Ему казалось, что он все может изменить. Вот мы с ним поехали во Францию. Мы увидели, как устроено там, например, институт пробации, да, адаптации заключенных после отсидки. И он хотел все это перенести на российскую почву. И он хотел все это сделать очень-очень быстро. Но у него не получилось. Потому что здесь, в России, ничего быстро не получается. Понимаешь? Романтик и правозащитник Абрамкин объяснял, чем, по сути, отличаются советские, а позже российские, тюрьмы от подобных заведений в других странах. Тюремный персонал там не ставит своей задачей унижение заключенных. Импортная вертухая понимает свое служение в мертвых домах так. Тюрьма не место исправления, а всего лишь временное пристанище. Они не вычеркивают людей из жизни. В начале 90-х годов, и, по-моему, до пришествия Владимира Владимировича нашего Путина... Оттепель, вторая оттепель, да. Можно было все-таки что-то менять вообще в системе, в судебной системе, когда была концепция судебной реформы, и в пенитенциарной системе можно было менять законодательно. Например, оказывается, что в Советском Союзе, в советских тюрьмах, в колониях, в лагерях, в карцере кормили через день. То есть горячую пищу давали через день. Но давали еще хлеб каждый день, ну, хлебный паек. Так вот, Абрамкин добился того, чтобы в карцере кормили каждый день. Ну, в карцере или в ШИЗО. Не было туалетной бумаги. Сейчас это совершенно невозможно представить, да, но люди пользовались книгами, да, то есть из тюремных библиотек. Они получали книги, они разрывали эти книги и пользовались этими бумажками, да, вместо туалетной бумаги. У женщин не было прокладок. У женщин-заключенных. То есть это все было сделано Абрамкиным. Очень много он говорил о том, что нужно сократить тюремное население. Я напомню, что в начале 90-х годов был миллион заключенных. Даже больше, да, в какой-то момент. Да. Абрамкин говорил о том, что идеально, что было 350 тысяч заключенных, что это нормальная цифра, которую Россия сможет выдержать. Сейчас 500 тысяч заключенных, насколько я помню, да, осужденных. Так вот, Абрамкин нашел даже союзника среди Юрия Калинина. Помнишь, был такой глава в СИН? Да, 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 конечно. В какой-то момент они были союзниками. Пока, как мне, я помню, говорил Абрамкин, пока Калинин не сошел с ума, как говорил Абрамкин, это не мои слова, и как бы перешел совершенно на другую сторону и противодействовал вот этой тюремной реформе, которую Абрамкин пытался продвигать. И Абрамкин первым из российских правозащитников начал говорить о необходимости адаптации заключенных после выхода на волю. То, о чем сейчас наше общество с большим трудом только начинает догадываться. Он умер от туберкулеза, так и не излечившись после тюрьмы. С его смертью была закрыта радиопрограмма «Облака». Я еще успела в ней поучаствовать, чем очень горжусь. И она была безумно востребована, потому что во всех колониях и даже в СИЗО слушали программу. Ему постоянно писали письма. Он рассказывал обо всех изменениях в законах, в правилах пендициарной системы. Он читал письма заключенных, он многим помогал. То есть это была очень живая программа. Она шла на «Радио Россия», но была закрытой буквально несколько лет назад. Почему? Она была уже неинтересна «Радио Россия». Потому что в основе этой передачи было такое, знаешь, гуманистическое отношение к арестантам, к заключенным. А у нас сейчас совершенно другая повестка. И тюрьма с таким человеческим лесом сейчас уже никому не нужна. Открытая тюрьма никому не нужна. Она все больше и больше закрывается. Почему сейчас ОНК превратилась, в общем-то, в филиал в СИНа? И те, кто там работает сейчас, ну не работают, но те, кто там существует в ОНК, это, в общем-то, люди, которые представляют интересы не арестантов, а интересы силовых структур и их СИН. И поэтому эта передача, она совершенно не нужна сейчас. Понимаешь? Когда-нибудь наше общество станет и умнее, и человечней, и поймет сидевшего Абрамкина, которому в том числе обязаны мораторием на смертную казнь. А знаете почему? С 60-го по 97-й год, когда был введен мораторий, примерно 30% казненных были невиновны.